Сегодня так. В эпоху цифрового кино этот маленький, едва заметный проектор легко заменяет гигантское пленочное оборудование. Для того, чтобы начать показ пленочного фильма, ранее киномеханику требовалось 30-40 минут на подготовку. Как правило, одна картина – это не одна бобина с пленкой, и, соответственно, фильм делили на несколько частей. Во время самого показа киномеханику приходилось вовремя, а главное, незаметно для зрителей переключаться с одной бобины на другую. Плёночное оборудование – раритет. Запчастей уже не выпускают, последний ремонт удалось провести лет 10 назад. И, тем не менее, ежегодно эти махины проходят профилактику. Нужно сохранить это оборудование в рабочем состоянии. Наша задача – максимально сохранить всё то, что передали нам. Эпоха цифры диктует свои правила, и даже нынешняя система кинопоказов комсомольца уже давно устарела. Многие современные фильмы показать здесь просто невозможно. К примеру, организаторам Международного фестиваля анимационных фильмов «Крок» пришлось пойти навстречу комсомольцу и помочь решить технические проблемы. Как мы выходили из положения? Они переписывали на диски. То есть это определенно либо, например, то же самое, что было с Войсосом, несколько фильмов мы просто не смогли взять. Ситуация поменялась в корне. Уже на будущий год комсомолец станет современной киноплощадкой. Благодаря гранту от Министерства культуры в размере 5 миллионов рублей на полное переоборудование. По условию гранта наполнить эту киноаппаратную техническими новинками необходимо до конца следующего года. Но в комсомольце рассчитывают управиться к будущей осени. Цифровое оборудование дает возможность не только осуществлять прокат фильмов, но и вести прямые трансляции, хоккейных матчей, симфонических оркестров, опер. То есть все это – шаг в развитии очень большой. Какой фильм покажут первым после технического обновления, руководство пока не знает. Возможно, это вообще будет прямая трансляция из Большого театра. К такому повороту событий местный видеоинженер готова на 100%, а населенно с удовольствием освоит новую технику. Ответственность понятно, но это все-таки уже работа для души. Она мне нравится. Возможность переоборудовать свои залы получили 202 кинотеатра по всей стране. Грантовая программа рассчитана на города с населением менее 500 тысяч человек. Еще одним условием финансирования является доля отечественного кинопроката – не менее 50%. Но для комсомольца это только плюс. Здесь всегда поддерживают российское кино. Вера Кучеренко, Егор Плюснин. Новости.